Наталья Прохорова перебралась из Ульяновска в живописный Сенгелеевский район. Многодетная мама и уже бабушка решила жить с семьёй на свежем воздухе, занимаясь любимым делом. Раньше Наталья работала лаборантом, но сейчас она сменила род деятельности. Женщина открыла пекарню в посёлке Силикатный. Ну, мы искали для своих внуков просто на лето дом, хотели отдыхать, чтобы приезжали дети отдыхать. Приехали, вот увидели нам, риэлтор показал Силикатный, и мы прямо с первого взгляда влюбились. Я говорю, я хочу здесь жить, в этом Силикат. Но работы нет. А я вот увлекаюсь у меня моя, прямо давно-давно, выпечкой, шаурмой. Ну вот, решила, что можно попробовать, узнала о социальном контракте, решила попробовать. Её бизнес семейный. Ароматные пирожки, ванильные ватрушки, пицца и шаурму помогают готовить родственники. Заведение открылось в конце июля и уже пользуется популярностью у местных жителей. Исполнить мечту Наталье помогли специалисты социальной защиты. Будущая владелица пекарни обратилась в это ведомство и оформила заявку на получение соцконтракта. Необходимые документы собрали быстро. В итоге Наталья получила деньги на развитие бизнеса. Средства вложили в аренду помещений и покупку техники. Стартовый капитал, ну, где-то 400 тысяч вместе с 250 тысяч. Расскажите, какое купили оборудование? Оборудование мы сначала рассматривали самое необходимое, самое основное для работы. Если шаурма, то это контактный гриль, естественно. Если выпечка, то это идёт, значит, конвекционная печь. Потому что сейчас уже, как бы, вот конвекционные печи, они уже, ну, более такие удобные. Более пирожок мягкий, подольше он, как бы, хранится там по 2-3 дня, он мягкий. Потом расстойка, потому что без расстойки пирожок получается меньше и не такой красивой формы. Это необходимость тоже. И тестомес. В Сингелейском районе заключили 100 социальных контрактов. Подсчёт ведётся с 2014 года. Наталья Прохорова стала юбилейным получателем. В основном это контракты, ранее были на ведении личного подсобного хозяйства. В этом году, уже в рамках реализации проекта «Заживочная семья», заключено у нас 36 социальных контрактов, в том числе на развитие предпринимательской деятельности 2. В том числе, вот сегодня мы слушали Прохорова Наталью Вячеславовну. Она первая у нас, кстати, получатель такого вида контракта по новым нормативным документам. И по сумме 250 тысяч рублей. Чтобы оформить контракт, необходимо обратиться в ближайшее отделение социальной защиты в районе города или области. Специалисты расскажут о том, какой пакет документов необходимо подготовить и помогут получить подъёмные средства.